Вещество, которое требуется найти четвероногому, прячут рядом с бензобаком. Острый нюх не перебить даже самыми специфичными запахами. Когда собака садится, цель найдена, работа выполнена. Каждая порода индивидуальна, но в Центре кинологической службы ОМВД Паврянской области больше всего востребованы кавказские овчарки. В нашем центре используется, в частности, немецкая овчарка, так как она является породой универсальной. Она как для следовой работы используется, как для поиска наркотических средств, взрывчатых веществ. И, в принципе, эта порода является универсальной и для поиска трупных останков, и для конвоейной службы. Помимо тренировок в кинологическом центре, много времени уделяется и здоровью собак. Четвероногие друзья, к сожалению, болеют не реже, чем мы. Поэтому, кроме проверки зрения, чутя и слуха собак, полное обследование здоровья проводят довольно часто. Елена Чернышова – ветеринарный фельдшер. Работа в центре любимому делу отдала четверть века. Через ее руки прошли тысячу собак, но даже после выхода на пенсию не оставила своих четвероногих друзей. Для того, чтобы воспитать служебную собаку, требуется минимум пять месяцев. Собак тренируют до десяти раз в день. Вместе с ними тренируются и кинологи. За Галиной газ закреплено две собаки. Немецкая овчарка по кличке Яра четко выполняет команды по службе. Главное – найти общий язык. Ему было два года, когда мне его дали. Кидался на меня, но потом в дальнейшем все стало на свои места. Он начал понимать меня, понял, кто его кормит, как говорится. Вместе с ротвиллером Александр полгода проходил обучение в ростовской школе служебного собаководства. Именно так Александр Абрамов вспоминает о знакомстве с собакой. У каждого кинолога она своя. История – первая встреча с напарником по службе. Слушаем четвероногим другом. Дмитрий Белов при содействии пресс-службы ОМВД по Брянской области.